Приветствую друзья на канале Каска. В этом видео вы узнаете как повысить фпс в валоранте, а также избавиться от лагов и фризов. Пройдемся по всем настройкам графики, узнаем что за что отвечает и насколько сильно влияет на производительность. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Да что это такое, снова пинг под сотку. Окей, исправляем ситуацию. А вот это уже другое дело. Хочу поделиться с вами полезной информацией. Как можно понизить пинг буквально 2 клика для более стабильной игры. Есть такая программка называется Gear Up Booster. Поддерживает большое количество игр, в том числе Warzone, Apex, Valorant и много других. А пользоваться ей очень просто. Выбираем игру, нажимаем бустинг, ждем несколько секунд и получаем примерный пинг в самой игре. Там же можем поменять регион и сам узел подключения. Самое главное, что Gear Up Booster никак не влияет на игровую механику. А конкретно занимается соединением с сервером. Все максимально безопасно. К тому же вышло крупное обновление Gear Up 2.0, в котором улучшили эффективность снижения пинга. И добавили новую функцию антипакет Loss. Что она делает? Устраняет потерю пакетов на 100%. Звучит интересно? Я тоже так считаю. Рекомендую каждому из вас попробовать и написать в комментариях, насколько получилось у вас снизить пинг в играх с Gear Up Booster. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Начнем мы с качества графики. Многопоточный рендеринг. Задействует все ядра в игре. Из-за этого мы получаем 20% прибавку по производительности. Если этот параметр вам доступен, обязательно включаем. Качество материалов. Это солянка из различных параметров графики. Допустим, на среднем качестве мы заметим, как включается затенение или SSAO. А на высоком еще и глобальное освещение. Переход на среднее качество скушает около 5% производительности, а на высокое 10%. Рекомендую низкое качество, так как помимо хорошей производительности, еще и враги будут лучше читаться на вашем экране. Качество текстур отвечает по факту ни за что. Это было на старте игры. Спустя много лет ничего не изменилось. Ставим низкое качество. Качество деталей отвечает за различные объекты на локациях. Переход с низкого на среднее качество на FPS практически не повлияет. Как и визуально, малозаметные изменения. А вот уже высокое качество очень сильно преобразит многие локации. Ну и скушает все это добро около 15% производительности. Рекомендую низкое качество. Качество интерфейса визуально на игру никак не влияет. Но низкое качество даст вам плюс 3% производительности. Так за что все-таки отвечает качество интерфейса? Находясь в меню настройки или покупок, фон станет более прозрачным. А высокое качество накинет даже эффект размытия. Сомнительно это все. Поэтому рекомендую низкое качество. Винецка накладывает эффект затенения не только по углам, что интересно, а полностью охватывает все края вашего монитора. На FPS никак не влияет. На ваше усмотрение. Вертикальную синхронизацию включаем только в том случае, если вы заметили разрыв картинки. Сглаживание устраняет зазубренные линии и эффекты мерцания. Переход на MSAA2X скушает около 8% производительности. Мерцания становится меньше, но все равно присутствует. Если вам необходима сглаженная картинка плюс неплохой FPS, то 2X как по мне хороший баланс. MSAA4X скушает уже 12% производительности. Отличное сглаживание, плюс пропадают многие мерцания. И FXAA, который чуть-чуть лучше сгладит картинку, при этом скушает 4% производительности. Если вам позволяет ПК, выбирайте MSAA2X. Во всех остальных случаях отключайте сглаживание. Анизотропная фильтрация. Отвечает за детализацию текстур под углом. Каждый переход скушает по 1-2% производительности. На мое мнение лучший баланс это 4X. А вот уже 8X и 16X особой погоды в плане визуала не играют, зато скушает доп.фпс. Повышенная четкость вроде как меняет что-то. По ощущениям, что добавили немного яркости и контрастности. При этом все это добро кушает около 4% производительности. Могу предположить, что на разных мониторах, особенно матрицах, будет разный результат. В плане визуала. Я лично отключаю. Вы же решайте самостоятельно. Повышение резкости слегка повышает резкость в игре. Для Full HD мониторов, думаю, это как одно из решений проблем с мылом. Хотя и скушает это повышение резкости целых 5% производительности. Я думаю, лучше всего на стройках Nvidia поковыряться самостоятельно и выбрать процент резкости, который тебе необходим. Ореолы отвечают за яркость от различных эффектов. Это касается и скинов на оружие. Скушает 3% производительности. Для тех, кто бережет каждый кадр, отключайте. Я же оставлю включенным. Искажение очень сомнительный параметр. Как по мне, делает только хуже. Но, возможно, я чего-то не понимаю. Кушает много фпсов, но только в прицеле. Поэтому рекомендую отключить. Отбрасываемые тени отвечают за тени на ваших руках, оружие и так далее. Скушает не более 2% производительности. На ваше усмотрение, я оставляю включенным. Теперь коснемся настроек на вкладке «Общее». Режим монитора. Для Windows 11 можете выбрать в развернутом окне, либо на весь экран. Так как эта система умеет оптимизировать игры в таком режиме. Фпс меню. У меня по дефолту стояло на 144. Рекомендую выбрать 60. Nvidia Reflex, Выкл и Вкл по фпсу не отличаются. Но вот уже Вкл плюс Буст скушает около 10% производительности. Оптимизированные настройки на вашем экране. А теперь давайте проведем небольшой тест оптимизированных настроек против высоких. Время настало для рабочего стола. Погнали за мной, я там покажу парочку настроек. Ребятки, если у вас есть желание, самая главная возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Бусти. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается. Стараюсь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут. Как всем этим пользоваться? Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть телеграм, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш дискорд сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем поиск, пишем настройки, графики, обзор. Наша задача перейти в папку с игрой. В моем случае это Riot Games Valorant Live Shooter Game Binariaz WinShare 4. И здесь у нас прячется Valorant WinShare 4 Shipping. Нажимаем добавить. Указанное приложение уже добавлено. Это для тех, у кого в Windows 11. Частенько приложение с вами добавляется в этот списочек. Нажимаем на Valorant, параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Переходим на стандартные параметры графики. И если вам доступно аппаратное ускорение, попробуйте включить, сделать перезагрузку ПК, зайти в Valorant, побегать, посмотреть. Скорее всего, как пишет описание, у вас уменьшится время задержки и увеличится производительность. Бывает наоборот, может стать только хуже. Тут все строго индивидуально. Оптимизация для игр в оконном режиме. Как я говорил ранее, вот эта галочка. Конечно же включаем. Таймер Resolution. Можете найти его самостоятельно, либо у меня в телеге. Просто нажимаем 2 раза LKM. Далее максимум. Наш Resolution стал 0.5 мс. Сворачиваем и идем играть. Как поиграли, вышли. Нажимаем просто на Default. Далее Close. Все. Для видеокарт Nvidia переходим на управление параметрами 3D, программные настройки. Открываем список и ищем Valorant. Если здесь его нет, нажимаем добавить и уже в этом списке ищем Valorant. Скорее всего должен быть. Если его здесь допустим нет, нажимаем обзор. Переходим в папку с игрой и то же самое. Valorant, Live, Shooter, Game, Binaries, Winch A4 и Shipping, Открыть. Анизотропная фильтрация. Если вы ее отключаете в игре, то можете здесь тоже выключить. В остальных ситуациях рекомендую оставить на управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Конечно же отключаем. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Vulcan OpenGL. Использует цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая, доступная. Режим низкой задержки. Для слабых ПК выключаем. В игре можем ставить на вкл. Для более-менее неплохих, так сказать среднего сегмента, вкл. Ультра не рекомендую. Могут начаться фризы и так далее. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Ну и в самом низу у нас есть OpenGL. Приоритет совместимости. А также фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. И нажимаем применить. Базовые настройки по Valorant мы сделали. Остальное уже все делайте на свой страх и риск. Если есть большое желание поковыряться, что-то придумать и сделать. У меня в телеге и в дискорде находится архивчик. Там есть настройки для AMD, Nvidia, Intel. Очистка разных папочек темп. Схема питания, твики реестра и MSI мод. Все в принципе интуитивно понятно. Если будут вопросы, пишите в дискорде, вк или телеге, где удобно. Все комментарии открыты. Как-то так. После всех этих настроек залетаем в Valorant и наслаждаемся. Если не высоким фпс, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.